я приветствую всех на своем канале всем моим подписчикам огромный привет сегодня на дворе апрель наступила весна видео будет моё о канарейках а в частности как кормить канарей чем кормить канарей в каких пропорциях кормить канарей чего побольше чего поменьше возможно кто-то забыл как кормить и чем кормить многие сейчас она работает допустим обращаются ко мне спрашивают как кормить как ты кормишь что ты даешь много даешь травы или мало даешь травы вот в сегодняшнем видео я хотел бы всем напомнить если кто не знал тот узнает допустим вообще чем кормить весной в принципе особо не отличается единственно там добавляется зелень трава почки молодых деревьев как бы вот это все сегодня поговорим об этом я думаю всем пойдет на пользу в общем переходим непосредственно итак дорогие друзья канароводы для того чтобы накормить нам канареек весной видите вот у меня уже тут на камеру работают вот у этой канарейки кстати пальчиков нет она так поселилась и живет в общем так чем же мы все-таки будем кормить весной канареек для этого нам понадобится пророщенные семена подсолнечника видите да желательно все это давать в красивых блюдцах потому что красивые птицы должны питаться с красивой посуды вот чтобы они были еще красивее так значит запомнили пророщенные семечки подсолнуха затем пророщенный овес степень пророщенности вот такая вот вот видно вам все да так положу увидели значит так если вот у кого-то прорастает овес или пшеница зеленой травой это это пусть тоже едят ну полезнее вот это здесь весь химический состав витамины микроэлементов а там в пророщенной траве уже немножко меньше она как трава идет в основном так это значит по проросткам пасмур показал еще можно пророщенную пшеницу проращивать у меня сейчас пока нету прорает проращивать рапс проращивать просок аналейное семя и очень важно не забывать перед прора перед тем как вы собрались давать зерно пророщенная канарейка тщательно промывайте можно промывать допустим первый раз тепленькой водой 2 3 раз холодной водой все это хорошо промыли все это высыпали все стекло и все угощайте своих канарей так по пророщенному зерну я вам скажу также у вас все время должно быть в кормушке классическая зерносмесь она обычно она сухая она ни в коем случае не пророщенная это обыкновенно сухой корм здесь входит состав рапс просто двух сортов лен канарейное семя немножко овса немножко суданки когда будут кормить птенцов можно добавить немножко канарейного семени немножко этих чищенных или ломаных толченых зерен подсолнуха мака можно немножко добавить так ладно следующая также надо давать пророщенную морковку я вот нашел такую морковку в погребе как бы называется пророщенная морковка вот ну в общем вот это дело идет отдельно отламывается вот так это отдельно а морковка а морковка с помощью обыкновенной терки превращается вот такую очень привлекательную для канарей морковную стружку в общем это тоже дается зелень морковки если у кого есть пророщенная дается затем дается вот такие вот почки допустим сейчас я взял вишня также можно давать черешню грушу яблоко абрикосу сливу черноплодную лябину калину в общем все вот такие вот пророщенные и ушку березу липу вот в такой степени почки канарейки очень любят и это очень полезно так сейчас я вам покажу чтоб лучше его видно видно хорошо да вот они прям веточку на прищепочки подвесили и пусть они там угощаются так следующая трава одуванчик если есть цветы можно давать и цветы и желтые они очень полезные канарейки любят там пыльца там нектар там все что нужно канарейки значит так много литературы советской пишут про одуванчик и канароводы тех времен сравнивают подсу этот самый одуванчик по полезности он полезен и как черная икра для человека вот так что имейте ввиду одуванчик полезный одуванчика можно давать допустим если у вас пара канареек или один но если у вас пара канареек то даем вот так таких к примеру ну лис . 4 вот это на пару в день 4 лис . на 1 кино на 1 кино или канарюшку можно давать 2 лис . хватит пока весна пока только трава начинается лучше немножко не дадать чем передать хоть одуванчик он и без без вредной абсолютно его можно кушать сколько хочешь но надо по чуть-чуть начинать как все новое как вот маленьким детям все новые продукты водят по чуть-чуть так и здесь на пришла весна вводим новую травку по чуть-чуть неделька проходит на этой траве потом можно давать в избытке допустим можно давать много одуванчика канарейки начинают там купаться там классно вот они его едят пусть как хотят но это когда они уже адаптируются к этой пище итак не стоит также забывать про траву макрицу я не знаю как она называется по-научному в общем вот я вам ее сейчас хорошо за за сниму и узнать что вот эта трава макрица она бывает цветет белыми цветочками очень распространена она в теплицах и на всяких теплых солнечных кучках в кочках по над домом там по над фундаментом растет по над бордюрами растет трава очень тоже полезная но эту траву обратите внимание специально сделал чтобы визуально запомнили никогда не перепутали вот вы видите кучу одуванчиков а вот вы видите немножко макрицы это почему это потому что макрицу нужно вводить в рацион птиц понемножку если одуванчика мы можем дать за один раз вот таких два листочка вот этих два листочка и это будет нормально то макрица надо дать вообще одну веточку вот у вас одна канарейка или две канарейки сидит в одной клетке вы дали вот такую одну веточку и все это в день через день повторили также в течение недели вы держите такую диету понемножку а затем когда птица уже адаптировалась у нее уже пищеварение настроилась на эти продукты можно давать и вот по такому пучку на одну канарейку на 2 канарейки чуть больше в общем опираясь на здравый смысл можете там порции делать своим птицам вот если вот это вы поняли чего показал и рассчитывайте ну вроде ничего не забыл если у кого-то есть дополнительные вопросы можете написать в комментариях я по возможности отвечу по возможности отвечу это значит когда будет мне удобно я вам отвечу но я в любом случае отвечу да если что-то сказал я не по делу тоже напишите в комментарии я исправлюсь буду говорить еще лучше по делу в общем кстати сказать не забывайте подписываться на мой канал рекомендовать своим друзьям соседям приятелям птицеводам жёнам мужья детям всем в общем рекомендуйте мой канал будем вместе смотреть обмениваться опытом сейчас я вам немножко покажу своих канареек не знаю мне тут птенцы уже есть но я тут самочка одна сошла покажу вам кстати сейчас камеру настроенных на канале и так под пение кино поговорим немножко канарейках вот у меня кстати говоря тут в этом номере что 13 что 2 что 3 что дрались не дрались новая пара сидит потихоньку самка начинает строить гнездышко она еще молодая как-то неактивно идет вот этот вот так вот вы поняли да что это верхний верхняя клеточка 9 номер он же 2 здесь вот такая вот живет самочка у нее же появились птенчики сейчас я вам их покажу кстати говоря обратите внимание что происходит я их еще не кормил вот как бы видите вот такие вот кучки они какают все это есть гнездо сегодня еще пока чисто но уже в виде начинает по боковой степени гадить гнездо это ничего страшного потому что мы сейчас начнем еще чистку тут проводить канарейка может бросить своих птенчиков и останетесь мягко выражаясь с носом так что дождитесь когда ваши птенчики вылетят а потом уже тут чистку делаете если уж так хочется сейчас я вам покажу этих самых птенцов обратите внимание если птенцы сейчас будут открывать рот и просить еду значит они голодные если они будут сидеть зажатые значит они сытые и канарейка кормит их хорошо вот вы видите об обкаканное гнездышко ничего тут страшного нету птички канарейки они очень умные и птенчики перед тем как испражнится поднимают свой хвостик и выкидывает свой навозик вот сюда на балкон то есть сами они там сидят обратите внимание принципе у них там чисто а есть кого вот здесь по краю а тут где ходит самочка тут видите чисто вот чисто она тут видимо ходит вот чисто то есть оставляет место для входа для выхода вот такие вот растут канарюшки по моему будут они оранжевые трудно судить но там был кеннер бледный оранжевый шемель осанка вот вы видели такая еще мне кажется вот тут у них будут пятнышки или не будут пятнышки ну ладно подрастут потом покажу такие вот птенчики растут канарюшки развиваются совсем было забыл сказать о минеральных подкормках канарейка у меня есть вот такая вот баночка с под красной икры 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 мне не было она мне досталась уже без игры значит так в нее я крошу мелкую морскую ракушку морской песок морского песка абсолютно немножко уголь уголь туда мелко толку и вот такая минеральная подкормка ходит у меня каждый день по новой клетке они уже подъедем на подсыпать допустим сегодня я кормлю одну клетку туда оставлю завтра соседям следующая следующая так она ходит по всем клеткам ну примерно где-то раз в неделю раз в полтора недели это банка бывает у канарейка может что нужно ей покушать то есть все время не стоит там в клетке я так делаю вот это что касается минералов тоже это очень важно минералы нужны канарейкам они на пищеварение для всего и для костей для ногтей для перьев благодарю всех за внимание подписывайтесь на мой канал до скорой встречи будут у кого предложения предлагайте снимем видео